Зубные импланты. Чаще всего процесс имплантации занимает много времени. Связано это с тем, что нужно дать время процессам заживления в полости рта. Однако есть методики, которые позволяют установить импланты довольно быстро. Через несколько дней пациент уже может иметь обновлённую белозубую улыбку. Сегодня мы расскажем вам об этих методах. В студии у нас Денис Дейкун, врач-хирург, имплантолог, ортопед, главный врач стоматологической клиники АПЛОМ. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что когда у человека возникает вопрос об установке импланта, сразу настраивается на то, что это долго, что это длительный период. Действительно ли это так, и можно ли это как-то ускорить? Вообще, от чего это зависит? Это желание пациента, или всё-таки есть технологии, которые... Ну, как-то вот вы тоже ими ограничены, да? Нет, ну, безусловно, это когда идёт протезирование одно, двух, там, трёх зубов, это долгий длительный процесс, где нужно подождать период приживления, какие-то манипуляции ещё произвести и так далее. Я сегодня хотел бы рассказать о технологиях с немедленной нагрузкой, то есть о технологиях, позволяющих устанавливать зубные протезы сразу после имплантации. То есть в среднем за 3-4 дня. То есть, получается, 3-4 дня проходят от момента, когда только впервые пришёл к вам пациент на консультацию, да? От момента принятия решения об операции, да. То уже через 4 дня он уже может иметь нормальную зубку. Да, он через 4 дня будет иметь улыбку полноценную, которую можно будет делать. Давайте расскажем об этих ситуациях, да, об этих протоколах, да, как говорят в медицине. У нас называется протокол с немедленной нагрузкой. То есть мы... смысл их состоит в том, что зубы устанавливаются в очень короткий промежуток времени. Весоны, они не применяются, там, протезирование на 1-2-3 зубах, применяются при полном отсутствии зубов на какой-либо челюсти. То есть человек, придя без зубов, либо ранее пользовавшись съёмным протезом, после таких процедур, может на имплантантах получить протез за 3-4 дня. Это как-то называется технологией? Или просто у человека нет зубов, он приходит зубами? То есть он уходит от вас зубами? Да, мы это называем немедленной нагрузкой. Немедленной нагрузкой. Вот. В своей практике я использую 3 методики. Вот. Первая из них, ну, на экране это сейчас видно, так называемая методика «Всё на четырёх». Угу. Четыре вот этих вот шурупчика, собственно, да? Четыре импланта. Четыре имплантанта. Угу. Вот. В день операции снимаем слепки. И в среднем за 3-4 дня мы изготавливаем металлоакриловый протез. Угу. И человек полноценно через 3-4 дня может уже кушать, улыбаться, разговаривать, делать всё. Ну, с полной нагрузкой, да? То есть он себя не ограничивает, что? С полной нагрузкой, но он, естественно... Орехи не грызёт. Орехи грызть в таких случаях нежелательно. Не открываем, да, да, всё-таки бережём. Бережём зубы. Но, тем не менее, полноценный приём пищи абсолютно через 3-4 дня, сразу после установки протеза, человек начинает кушать и улыбаться. Отлично. Какие ещё есть методики? Вот. Безусловно, методика всё на четырёх, то есть четыре имплантанта. Это немножко, скажем так, маловато, как точки опоры, которые переносят хорошо нагрузки. Поэтому стараемся всё-таки... Здесь уже шесть. ...больше подключать, да, имплантантов в своей практике. То есть методика всё на шести. То есть мы устанавливаем также шесть имплантантов одновременно и производим также протезирование. Но у обоих этих двух методик есть одно существенное ограничение. Они подходят не всем, к сожалению, потому что для установки этих имплантантов нужно иметь какой-то объём челюстной кости. А кости может не хватать? А кости может не хватать, поэтому, к сожалению, не во всех 100% случаев мы можем применить эти методики. Эти методики применяются без костных пластиков, без наращиваний, без дополнительных каких-то... То есть если есть к чему крепить, то крепим? Да, мы просто берём и крепим, и сразу устанавливаем протез. Ну, сразу такой момент, Денис, а вот вообще есть ли какие-то такие моменты, чуть-чуть так, шажочек в сторону сделаем, да, от чего зависит, хватает кости или не хватает? Зависит ли это, там, не знаю, от возраста, от пола, от какой-то, ну, жизненной ситуации, ну, естественно, связанной со здоровьем? Почему одного человека достаточно, а другого недостаточно? Нет, от этих причин в этом нету, это зависит от давности потери зубов. Если зубы были потеряны очень давно, то шанс, конечно, кости будет намного меньше. Воспользоваться методикой всё на 4 или всё на 6 будет крайне мало. А вот 4 или 6, это тоже зависит от костей или это уже другие моменты? Безусловно, тоже зависит от костной ткани. Можно ли поставить 6 или можно? Можно ли поставить 6. И такие короткие сроки, конечно, ну, это получить улыбку и желание, вкус, всё остальное, отказаться от съёмного протеза, просто шикарно. Ну вот, будем ли мы сегодня, расскажем мы сегодня, будем ли полезны мы тем, у кого не хватает костной ткани, а импланты хочется, или это будет прям отдельная тема? Есть же у нас ещё третья методика. Да, есть третья методика. Конечно, это будет полезна тем, у кого не хватает костной ткани. Вот здесь рентгеновский снимок приведён, методика вверху на всё на 4, то есть 4 имплантанта и зубные протезы. А внизу мы используем базальную имплантацию. То есть при сильных атрофиях кости, невозможности воспользоваться классическими имплантантами и невозможности сделать, воспользоваться методикой всё на 4, всё на 6, мы используем базальные имплантанты, которыми в большинстве случаев мы можем воспользоваться, так как они нечувствительны к объёму костной ткани. Это какие-то другие конструкции самого имплантата? Это принципиально другая конструкция имплантата, даже по снимку видно это. Но ощущение, что они какие-то более длинные, как будто они тонкие. Они более длинные, но они тоньше, они устанавливаются в базальную кость, то есть основная кость, которая никогда не атрофируется. Вот. И также человек получает короткие сроки, протез. Ну, если говорить, например, можно ли сравнивать эти методы, о которых вы рассказывали, и, например, если сравнивать базальную имплантацию от всё на 4, например, да, можно ли сказать, что она более трудоёмкая, или она более болезненная, или она более дискомфортная, или, в принципе, это просто по-другому, но человек получает один и тот же результат? Нет, просто по-другому. Для человека он всё равно увидит зубы, он всё равно получит функцию, что превоспортили той методикой или этой. Просто для нас это расширение наших возможностей, потому что мы можем уже помочь там, где большинство не справится. Ну вот ещё вопрос, который не могу вам не задать, и я думаю, что задают его вам все пациенты. Это больно? Да нет, это не больно, мне планты устанавливали. Всё переносится абсолютно нормально. То есть настаиваться ли на то, что это прямо тяжело бояться? Нет, это, скорее всего, даже не операция, это процедура. Процедура, которая просто проводится, всё. Занимает много времени, то есть насколько человек, вот даже вот в эти 3-4 дня, всё-таки это, ну, он ограничен, он трудоспособен, или всё-таки желательно лучше не работать в этот момент? Ну, после операции, так как нет зубов, и невозможно не выйти на работу, не улыбнуться, не покушать полноценно. То есть лучше... Короткий промежуток времени такой, безусловно, присутствует. Ну, потерпеть 3-4 дня и пользоваться длительный промежуток времени-то. И ещё такой вопрос, тоже не могу его не задать вам. Это вообще надолго? Можно ли сказать, что навсегда? Ну, понятно, что ничего вечного не существует, но тем не менее, скорее, наверное, спрошу по-другому. Нужно ли как-то менять, как-то, вот, знаете, такое техническое обслуживание этих условий? Безусловно, это всё сделано рукотворно, это же имплантанты там изготавливаются на заводе. И если возникают какие-то ситуации... То есть они просто решаются в институте? Они... необходимо их решать. Естественно, если не заниматься решением какого-то там скололась короночка, что-то ещё произошло, то всё это будет... Понятно. То есть нужно просто обращать на это внимание, следить? Периодически, да, обращаться к стоматологу, и стоматолог подскажет, как с этим ухаживать. Я думаю, что осталось нам назвать адрес и телефон, куда обращаться на консультацию, и куда приходить за такой красотой. Да, мы за такой красотой... Ну да, конечно. Приходите, мы проводим бесплатные консультации по адресу Мухина, 23, телефон 209-900. То есть надо записаться на консультацию и уже там решить проблему. Все вопросы остались. Спасибо вам большое. В студии у нас был Денис Дейкун, врач-хирург, имплантолог, ортопед, главный врач стоматологической клиники АПО.